привет в 2020 году исполняется 75 лет великой победе в великой отечественной войне 1941-1945 годов мой дедушка по маме семенко иван романович тоже был и остается ветераном войны несмотря на то что его уже нет живых он участвовал в этой войне и получилось так что в этом году я обнаружила что есть сайт под названием бессмертный полк где можно выложить историю своего родственника и он будет как бы идти парадным строем ну на самом деле просто движущиеся картинки с одной стороны с другой стороны это память и это реальная память о том что является нашим всем это люди которые создали для нас мир которым мы должны жить счастливо и полноценно они нам как бы это завещали они боролись за свою землю они боролись за свободу и за то чтобы к ним никто не приходил с мечом и вот если посмотреть то сейчас вот имен в летописи 769 тысяч с половиной на самом деле истории намного больше тут выкладываются фотографии ветеранов и молодых и вот есть возрасте и что самое интересное вот если 10 мая было опубликовано новости движение и вот посмотрите что тут написано что в этом году в течение последнего месяца поступило порядка полумиллиона историй и не опубликована большая часть но еще не все я про дедушку написала и и мне было сказано что в течение трех дней будет опубликовано но на самом деле я смотрю что до сих пор история не опубликована вот история моего дедушки семенко иван романович ну идет по севастополю поскольку я нахожусь сейчас севастополе и если бы я шла то я шла бы с плакатом дедушкиным тут и вот написано что еще не опубликовано но я могу зайти и посмотреть что будет в истории ну во первых конечно дедушкин портрет это портрет 46 года привет из храбина не очень удачно снят потому что подсветка я снимала фотографию не очень удачно вот видно что она старенькая вот тут пятнышки какие-то но с другой стороны молодой дедушка и самое интересное что я о дедушке казалось бы должна знать но некоторые вещи я активировала и прописала свою память именно сейчас я как-то никогда не интересовалась какая должность дедушки оказалось что он закончил служить должности майора интендантской службы я узнала какой значок ну как далека я была от этого всего вроде слышала истории какие-то знаю что дедушка у меня был бухгалтером говорится в чем-то работником обоза надо так еще называют но без них тоже никуда и вот на странице есть ну история солдата в принципе так история моего дедушки вот то что ты помню и тут можно остановить прочитать и что-то может быть можно интересно узнать есть две истории которые я помню про дедушку довольно таки интересные мой взгляд я попыталась их эти интересные истории тут описать этой истории которые были они не придуманы в принципе их можно использовать в каких-то мемуарах каких-то книгах каких-то фильмах это настоящая история это то что я слышала не один раз что-то спрашивала что-то сейчас может быть уже и не помнится но и спросить то не у кого и вот этот момент который даст возможность написать историю из народа а не то которую нам будут навязывать историю историю реальной может быть где-то в чем-то люди конечно забывают может где-то приукрашивается но суть остается все-таки это настоящая история людям нет смысла придумывать и как-то сильно это все приукрашивает что-то еще можно когда опубликуется ну во первых воинское звание до годы службы место рождения дата рождения и дата смерти вот мой дедушка прожил вот получается 85 лет почти буквально не дожил немножко до своего дня рождения место призыва указано он родился в стиле поповка а это мир городский район болтавской области украинской сср тогда еще был советский союз и вот мой дедушка родился 1 апреля да вот 1 апреля никому не верят да вот был такой праздник да собственно остается 1 апреля 15 года 1915 года уже надо говорить потому что это уже прошлый век вот и получается он пережил рубеж веков и умер 23 марта буквально вот какую-то неделю не дожил до своего дня рождения дедушка был на восточном фронте у него воинской книжке записано всего три дня участия в войне как ни странно это было вот война с японии остальное вот не писалось потому что по политическим каким-то моментам вот как-то это все не указывалось но это все так или иначе учитывалось вот девушка 45 году получил медаль за победу над японии вот это официальная награда есть карточка об этом можно найти в интернете вот эти вот все медальки это все я из интернета и записи это все из архива идет надо будет потом добавить посмотреть что в самой книжке написано потому что может быть разная формулировка и вот эта медаль дается не просто за победу над японии ну а там еще уточняющие есть формулировки 47 году вот за боевые заслуги потом орден красной звезды в пятьдесят третьем году и орден отечественной войны второй степени вот как бы серебряная медалька такая вот орден и вот тут опять крутится можно еще разочек вот это на сайте взять посмотреть почитать я также выложила фотографии дедушки вот он молодой в сорок шестом году а вот на работе он тут уже постарше это наверняка где-то военкомате вот дедушкины боевые боевые инструмент счеты тогда не было калькуляторов тогда просто бухгалтера считали на счетах иногда еще потом появились машинки которые там можно было выставить колесиками числа потом прокрутить колесико там сложить или умножить вот такая машинка тоже была но на счетах считали быстрее на счетах не просто складывать немали но также можно было умножать и делить дедушка был очень скрупулезный работе и его на работе появились все он был очень строг и требовательный вот еще раз дедушка молодой также есть фотография вот из категории семьи солдата это вот подписано что моя бабушка дедушка и мама у бабушки и дедушки были одинаковые фамилии еще до брака семенко но по-украински называли семенки и вот молодая мама я даже не знаю какого года эта фотография но скорее всего она ну послевоенного мама тридцать седьмого года рождения война началась сорок первым то есть маме было тогда четыре годика но тут явно маме не четыре годика даже если 4 4 прибавить 8 думаю что маме тут больше чем восемь лет скорее всего это послевоенная фотография я помню бабушкино платье оно было дома она светло-желтого цвета такого нежного мамино платье не помню вот бабушкино помню дедушку конечно помню с лысинкой всегда вот работающего и на самом деле много воспоминаний и ну есть какие-то частные личные они может не совсем связаны с войной но вот то что так или иначе связано с войной я попыталась немножко написать что еще можно тут посмотреть но написано что вот автор страница солдата я внучка и мне пришло на почту сообщение о том что можно посмотреть будет вот время показа в шествии бессмертный полк онлайн вот семянку иван романович 21 мая 2020 года 6 часов 15 минут по московскому времени возможна содержка показа вашего героя до 15 минут но я уже обратила внимание просмотрела содержка буквально была на одну минутку и вот сейчас я попытаюсь снять зайти на закладку полка вот трансляция бессмертный полк онлайн поскольку я делаю запись на планшете то немножко будут рывками и я сейчас попробую сделать широкий формат и поставить на время чтобы было ну хотя бы вот ну 614 это много надо найти 615 616 чуть-чуть но немножечко чуть-чуть чуть-чуть трудно немножко тут вот этот вот передвигать ползунок не очень удачно где-то видела что можно минутки специально искать чтобы точно попасть попасть на нужную минутку вот не удается мне большой промежуток выходит 12 минут ну никак не попадаю но вот 613 можно оставить и как говорится тут будет звучит мелодия звучит мелодия военной песен и вот так можно увидеть то на плакатах на штандартах да как они называются с левой стороны показаны ветераны а с правой стороны показаны граффити выкладывает если фотографии нет просто вот пустое место такое вот серенькое часто это бывает что люди выкладывают несколько своих родственник справа одинаковые фотографии понятно что выкладывают скорее всего выкладывают дети большинство даже скорее всего и правнуки и это так трогательно потому что смотришь на вот эти фотографии солдат фотографии и они все таки живых но они настоящие они настоящие это это история настоящая история она не переписанная ее хотят отнять вот она есть можно зайти на сайт а я думаю что будет увеличить количество увеличить количество реальных историй пока есть еще и данных которых можно спросить немножко чтобы рассказали эти истории можно надиктовать чтобы на диктофон рассказали сейчас есть такая возможность запишите если вы прадедушек бабушек бабушек дедушек может быть папы мам если вы являетесь детьми детьми наших дорогих ветеранов воспользуйтесь такой возможностью и сделайте запись пока вы так не со временем память подводит и мы сделаем какие-то мелочи и так видно что со временем уже и не у кого спрашивать так что вот получается рывками можно снять я попробовала снять еще на с компьютера там качество не очень хорошая будет тут получается то что я снимаю рывками если посмотреть то S615 потихонечку будет двигаться и на 616 на эту минутку появится мой дедушка вот а с правой стороны моя фотография там конечно я помоложе вот появилась почта как я ее выложила как была тогда фотография я ее оставляю я ее не меняю потому что ну когда фотографии то трудно определить что это за человечек как-то визуально мы привыкаем к определенным фотографиям фотография она как бы делается аватаром человека вот так удивительно посмотрите интересно вот тут вот фотография есть можно приостановить немножко и показано что вот ветераны есть а с правой стороны пара и она несет фотографии своих родственников видите как трогательно видно что как раз идет шествие бессмертного полка и вот можно увидеть например вот фотографии внука и уже правнука вот молодые люди которые сейчас вот семьдесят пять лет победы и в то же время иногда вот фотографии молодых дедушек и бабушек или вот совершенно современная фотография и черно-белая фотография родственника которую нашли и отсканировали вы знаете вот смотрю вот чужие люди незнакомые лица незнакомые фотографии а слезы наворачиваются и я вспоминаю что уже много лет прошло сейчас моему вот стоп вот как раз вот семенко иван романович я надеюсь вы заметите может быть прокрутите я остановлю и может быть попробую вернуть может быть потом можно найти конкретную минуту я обратила внимание что вот если посмотреть на трансляцию других дней то на каком-то из сайтов или может быть потому что отображается на планшете попробую сделать сейчас версию для компьютера там можно было найти время вот я как-то нажимала вот видите время по 4 часа показывают и практически показывают вот получается целый день вы представляете сколько много людей которые бы шли которых нет и которые в реальности они и так очень быстро идут вот перемещаются по экрану а представляете вот люди бы вот так шли а мне хотелось рассказать попробую я все-таки найти кадр может быть получится трудно это сделать я попробую нажать паузу вот в записи своей вот я нашла остановила стоп-кадр обратите внимание вот как бы во втором ряду вот Семенко Иван Романович 915 2001 год и ленточка я помню я горжусь дедушка тобой что мне хотелось рассказать мне хотелось рассказать что сейчас моему сыну Саше 27 лет то есть мой дедушка является ему прадедушкой Саша его еще застал живым но конечно плохо помнит дедушка уже умер в 2001 году а Саша Саше тогда было 9 лет получается и когда ребенку было наверное годиков даже не пять годика четыре было может быть даже три мы приехали в Севастополь ажельмы до Воложки и как раз приехали на май на майские праздники чтобы посмотреть парад то есть это было ну вот читайте 92 это был где-то 95 год сейчас 2000 год это значит где-то 25 лет тому назад 25 лет тому назад и мы пошли на 9 мая смотреть парад побед в Севастополе всегда он проходит достаточно красочно идут ветераны и вот тогда я до сих пор помню потому что я стояла смотрела и просто плакала до сих пор вспоминаю и вы наверно по голосу слышите что ну комок подкатывает к горлу а из-за чего когда идут там молодые ребята молодые курсанты училищ а у нас тогда два училища было тогда еще Украина была Нахимовское училище и Стрелецкое Стрелецкое училище то есть Нахимка и Стрелка как у нас в городе называли то есть училище Нахимовское это училище подводников а Стрелка это училище ну как бы командиров понятно что есть еще воинские части которые тоже проходят есть определенные там всякие соединения техника проходит в общем интересно смотреть мы это поэтому и пошли на парад чтобы ребенку показать а потом проходят ветераны и вот проходят молодые ребята несут знамя полка за ним идут бабушки и дедушки они идут обвешанные медалями конечно дедушек больше и они идут они стараются идти бодро там же все таки определенный темп парада идет их конечно пускают в конце не первыми а первыми идут там техника и так далее вот ветераны они чуть попозже идут и вы знаете вот они так стараются бодро идти и видно что им тяжело некоторых даже под руки поддерживает и что вот слезы наворачиваются когда иногда со всего там полка иногда вот там пять-семь человек иногда там больше бывает а иногда идет вот три человека а иногда просто один человек вот впереди идет там знамя полка или там подразделение какого-то воинского или просто идет там плакат где написано какая-то девизнь потому что многие тут сражались идет всего один ветеран может быть на то время только один ветеран смог приехать в Севастополь может быть ветеранов на тот момент было больше в живых но на параде он шел один и это это надо видеть как люди вот своим шествием они пытаются это все вспомнить и они пытаются это обозначить они пытаются быть вместе это вот удивительный праздник который вы знаете он не политический да он связан с политикой да он связан с государством он связан с какими-то масштабными действиями ужасными кошмарными но историческими как говорится война к ужасу она не первая была и получается не последняя потому что потом и афганистан был и чечня была и вот там сейчас сирия идет там ингушетия в других местах войны проходит слава богу может быть не такого масштаба я надеюсь что такого масштаба больше не будет но вот даже мой кот может быть слышно подмяукивает чувствует мое настроение и вот еще хотелось сказать что 9 мая это может быть еще раз повторюсь настоящая память народа потому что люди защищали свою землю они ни на кого не нападали они шли защищать свои семьи свой уклад жизни и поскольку ну ходили среди людей конечно были разговоры будет не будет война ну разговаривали вроде как-то готовились понятно что какое-то такое вот как говорится предгрозовое ощущение в стране все равно оно было я сейчас не буду касаться там политических моментов кто прав кто виноват было или не было предательство с учетом того что сейчас открывается то там когда узнаешь что и первая мировая война была заранее запланирована и к ней готовились заранее и десятками лет это все готовилось и что по сути хотят вымарать русский народ славянские славянское общество славянские корни и вот что страшно понимаете страшно то что нас просто ни за что просто потому что мы славяне и потому что мы русские мы говорим на русском языке или исповедуем какие-то русские славянские традиции где все люди братья где все поровну и все по честному все по справедливому они деньги правят миром за вот это наше отношение за это наше миропонимание нас хотят уничтожить на каком основании а мы все живем на одной планете мы никому зла не хотим и вот если брать войну то на войне удивительные подвиги совершали с людьми я буквально сегодня пересматривала фильм и услышала там фразу которую про когда-то пропустила в сериале фраза что никто там один герой говорит разве ты знаешь кого-то кто хочет осознанно но как бы кто по своей воле становится героем вот не то кто хочет стать героем хотеть многие могут стать а становиться по своей воле а я вот так подумала а ведь на самом деле это очень глубокая мысль героями по своей воле не становится то есть человек поступает совершает какой-то поступок не потому что он его планирует вот он скажет вот я сейчас пойду на пожар кого-то спасу и стану героем он может пойти на пожар а может быть там не надо никого будет спасать может быть и кто-то другой спасет а может быть на пожаре все будет нормально ну если можно так сказать и люди сами спасутся скажем так ведь когда человек совершает какой-то поступок этот поступок у человека готовится всем его воспитанием всей его жизнью и какими-то внутренними моральными качествами которые есть у человека и в определенную минуту он подчас может быть даже и не задумываясь а спонтанно он просто берет и делает он по-другому поступить не может и вот такого при этом вот совершаются удивительные вещи они сродни того вот как знаете когда мать может за своего ребенка защищая своего ее ребенка она может удивительные вещи делать то что никто не может объяснить чудеса происходят и на войне было то же самое и вот на войне часто понимаю что там были какие-то не очень хорошие моменты это же жизнь это же люди мы все разные и как мы жили в обычной жизни и кто-то хорошо жил кто-то был хорошим кто-то был не очень хорошим на войне ведь тоже точно так же люди кто-то хорошо воюет кто-то не очень хорошо воюет да кто-то там за прячется за спины кого-то там подставляют кто-то еще что то все это есть и я считаю, что не надо это выпячивать. Оно есть, было, и это будет, это в человеческой природе. Но надо помнить то, что показало красоту человеческой славянской души, где были, ну, говорится, вот без вот беспримерный подвиг, да, говорят, да, вот, когда такого не было до этого, когда люди друг другу помогали, у них у самих ничего не было, но они помогали другу. Люди оказывались в ужасных, страшных условиях, и все-таки они помогали, они заботились друг о друге, они сохраняли жизнь, и они пытались сохранить при этом человеческое лицо. Беречь друг друга, уважать женщин, помнить родину, помнить мать, помнить семью, которая их ждет, оплакивать, страдать из-за того, что безвинно погибают родственники, абсолютно непричастные люди к войне. И вот, вот этот вот мир, который они завоевали, вот этот хрупкий, они, на войне, они ведь, понимаете, они просто жили. Это вот для нас сейчас мы смотрим фильм в течение двух часов или нескольких часов сериал, и вот там все сконцентрировано, так вот все героически показано, вот один за другим, какой-то такой вот поступок главных героев там хороший, мы вот видим, мы сопереживаем, но это вот сконцентрировано по времени, понятно, что по сценарию нам это все показывают, да, на реальных событиях сделано, а в реальности, представьте, четыре года жизни, четыре года жизни. Это вот представьте, люди в окопах мерзнут, не доедают, не досыпают, просто, может быть, не могут помыться, не могут нормально в туалет сходить, не могут обнять своих близких, они не могут даже просто постирать свое белье, им просто страшно. А представьте ситуацию, когда объявили уже капитуляцию, а люди гибнут после того, когда уже война закончена, когда подрываются на минах, или вот после войны уже сколько людей на минах подрывалось. Много таких ситуаций, знаете, когда вот начинаешь осознавать, и слезы наворачиваются на глаза, а какие песни были созданы. И вот это в нашем народе, я говорю, в народе советском, это никто не сможет вымарать. Как бы ни старались, как бы ни пытались перечеркнуть историю, переписать, сказать то, что Россия вообще не Россия, Советский Союз, не имеет никакого отношения к победе, что не является страной-победительницей, и что она совсем не принимала такого участия в войне, какого принимала. Ну, в общем, много что не хочет даже сейчас вот это обозначать, чтобы не множить зло. Хочется сказать о том, что мы будем помнить вот этот сайт с этими историей. Я думаю, что будут дополнительные сайты, клоны. Вот все эти истории опубликованные, их можно всегда взять, прочитать, посмотреть фотографии. Опубликовывают их реальные люди, с реальными людьми можно взять и связаться, дополнительно уточнить какие-то детали. А эти истории открытые. И если когда-то потомки наши будут интересоваться, а как оно было, вы залезьте на этот сайт, потратите время и узнайте истории, реальные истории, не выдуманные, не киношные, понимаете, не приукрашенные, не концентрированные, а обычные истории обычных людей, но которые прошли ад и смогли вот в этом аду остаться людьми. Это удивительное поколение людей. Просто удивительное. И какие бы они не были хорошие, плохие, со своими качествами, низкий им поклон до земли, что они смогли одержать победу, несмотря ни на что. и вечный огонь будет гореть всегда. И мы будем их помнить и будем гордиться. вот это память. Даже не знаю, что еще сказать. может быть, если у вас есть какие-то родственники, которые еще что-то помнят о тех годах, может быть, не только о войне, может быть, что-то помнят о своей жизни в Советском Союзе, о своих молодых и средних годах, пока они еще в здравой памяти, а часто иногда люди в возрасте, бабушки, дедушки, больше помнят какие-то даже молодые годы, может быть, хуже начинают помнить ближние какие-то события, а дальние события не помнят лучше. Вы поговорите с ними, возьмите за руку, потратьте свое время, включите свои диктофоны, у каждого есть диктофон на мобильнике, просто поговорите, дайте выговориться, даже если вы эти истории слышали не по одному разу, запишите их на диктофон, их потом можно программно будет перевести в текст, вы можете потом их переслушать, поставить эти истории своим детям, своим внукам, и, может быть, включить эти истории, когда вы будете перебирать старые фотографии в альбомах, они ведь не все подписаны, и со временем вот эта память, кто там на фотографиях, и в какой момент была снята эта фотография, это уходит. Ну вот удивительно, что мы начинаем альбомы делать, а потом просто туда вкладываем, и не хватает времени доделать эти альбомы, да, сейчас есть электронные альбомы, но это совсем не то, что ты берешь вот живую фотографию, вот эту вот черно-белую, вот какого-то такого желтоватого, оранжевого плана, вот можно тут это все увидеть. И просто оставьте вот этот цифровой след, он сохранится. Слава Богу, сейчас есть эта возможность, вот это благо, которое дает нам сеть, которое дает интернет, дает возможность нам наши гаджеты, наши вот эти вот технические, электронные, цифровые, информационные устройства. Пожалуйста, оставьте память своих родственников, попросите их вспомнить, подержайте их за руку, лишний раз обнимите, скажите, что вы их любите. Им это очень сильно нужно, и это нужно и вам. Может быть, и старшим, может быть, молодым, может, тех, которые вообще не помнят, не знают ничего. Не думайте, что если вы когда-то рассказывали то, что было с бабушкой, с дедушкой своим детям, то дети стопроцентно это помнят. Они помнят в лучшем случае 5-10%, остальное не забывают. Это нормальное свойство человеческой психики и памяти. Если эти истории не повторяются периодически в семье, а только так, разово, они забываются, к сожалению. Они забываются. Хорошо, если есть письма, которые вы можете взять, перечитать и по письмам что-то восстановить. А если нет писем, если есть только что-то в историях, вот словесно, оставьте эту словесную память, переведите ее текст, переведите ее запись в диктофон, видео, наговорите куда-то. Но пусть это останется. Это очень-очень нужно для всей планеты Земли. Потому что мы все являемся детьми нашей родной планеты. Она тоже живое существо, организация. Не знаю, как правильнее сказать к планете она, оно или он. Но это нечто, которое содержит в себе большой информационный блок данных. Вы еще многое узнаете о своей планете со времени. Как можно с ней взаимодействовать? Какую часть вы в ней составляете? Поверьте, если вы родились на планете, значит, это нужно. Это не просто так. Это подчинено определенной задаче. Эти задачи вам откроются обязательно. Вы их поймете. Но будущего не бывает без прошлого. И чтобы прошлое было не искажено, надо писать, надо оставлять след. И чем больше будет следов, тем это прошлое труднее будет вымарать. Тем это прошлое будет более точным, более объективным, объективным, сложенным из многих субъективных разных историй личностных. Эти истории можно обработать и можно понять, а как же оно все-таки было. Пожалуйста, помните.